частым вопросом с которым почему-то не могут справиться наши клиенты как правильно подключить камеру заднего вида к нашей магнитоле вот эту вот камеру заднего вида но судя по интернету я определил что этого не знают даже и другие пользователи к другим магнитолом поэтому не лишним будет рассказать и показать как это сделать понятно что данные наши магнитолы они имеют принцип открытой архитектуры все вот эти штекеры они устанавливаются исключительно в свой разъем и не могут быть изменены то есть каждый штекер имеет только свой четкий разъем этот коннектор соответственно еще раз напоминаем что когда вы вставили разъем он должен закрыться уже соответствующий щелчок быть но когда вы снимаете они достаточно туго идут не тяните за провода бы вы можете вырвать вот эти вот гнезда и тогда это будет как бы соответствующая проблема вот такой кабель идет любой магнитолой бывает еще кстати кабели с рца здесь присутствует эта версия подороже в обычной версии идет обязательно такой кабель но он идет и в версии подороже устанавливается дальше мы берем нашу камеру которую мы дарим всем она стоит 00 денег 0 долларов на ней есть вот сейчас я открою покажу вам есть вот такие два шнура два шнура питания желтый желтый вставляется сюда вот этот розовый трогать не нужно никуда не ставить вот здесь вот есть красный кабель он нам понадобится обязательно но не всегда вот это вот питание это подключение питания самой камеры питание камеры можно подключать на камеру заднего вида извините не на камеру она фонарь заднего вида и когда вы включаете заднюю скорость она будет активироваться а черный на минус тот же тот же фонаря либо на корпус но есть некоторые нюансы например магнитола сама по себе данного типа сама определяет что нужно включить камеру если идет сигнал от камеры но к сожалению ну к счастью наверное или к сожалению современных автомобилях стоит фильтр по питанию идет пульсирующий сигнал на задний фонарь соответственно очень часто данное устройство не может понять что камера включилась потому что не получает необходимый вольтаж там меньше он идет просто какое-то придумали тогда на шнуре питания существует вот такой коричневый кабель в первом случае вот это подключать не надо если вас вы включили подсоединили включайте заднюю скорость камера не работает то ваши действия вас на блоке на шнуре питания есть вот такой коричневый кабель это кабель back ctl это есть как раз реверсный кабель который даст команду включение камеры и тогда уже нужно вот этот кабель красненький подключить вот сюда снять вот этот колпачок подключить и заизолировать после чего ваша камера будет принимать уже сигнал однозначно на 12 14 вольт и когда вы включите заднюю скорость автоматически будут открываться вот очень просто на самом деле все подключается ничего мудреного не надо сожалению интернете не нашел достаточно все сложно описано какие-то схемы но все жизни оказывается очень просто обратите внимание камера является стандартным кубиком вы если хотите можете заменить всегда вот она камера устанавливается она в там где фонарь подсветки вашего номера камеры можно подбирать здесь разные это четырех пиновая если вы захотите например подключить 5 пиновую более дорогую камеру то принцип такой же подключение у ничем не отличается на данное устройство с помощью кабеля рца напоминаю версии 4g он идет комплекте здесь нужно просто для этой версии докупить вы можете подключить еще как минимум две камеры дополнительно не создавать разные ракурсы изображения а